Намешано очень много. Сам он своего рода словно так подробно не знал. Но почему в советское время боялись эти документы публиковать, потому что вот это еврейская тема и боялись. Ученый Алексей Нелогов называет Ленина интернациональным. По отцу линия уходит к молдовским и калмыкским крепостным. По матери с одной стороны евреи, а с другой немцы и норвежцы. Эта линия выводит предков, прямых предков Владимира Ильича до почти 13 века. Женской линии Ульянова Ленина советская власть стеснялась неродством с викингами. Табу поставили на деда-врача из евреев. Вышел на пенисе, купил себе небольшое сельцо Кокушкина в Казанской губернии. Ну и вместе с сельцом купил и крестьян, соответственно, крепостных. Ну накануне практически отмена крепостного права. Помещикам он был добрым и больше лечил крестьян, нежели управлял ими. Однако в учебники дед Ленина не попал. Алексей Нелогов полагает, что со всеми историками, кто знал правду, власть провела воспитательную беседу. Потом Сталин запретил копаться в родословных и до конца прошлого века темой мало кто занимался.